напишите нам в комментариях сколько верных ответов вам удалось дать итак поехали какая кличка была у этого советского автомобиля а пока идет отсчет времени поставьте лайк видео фургон ижевского автомобильного завода имел специфическую будку в ее форме автолюбители нашли некоторое сходство с каблуком именно такое негласное название получил лишь двадцать семь пятнадцать кто из юных героев великой отечественной войны отличился активным участием в рельсовой войне лара михеенко пионер-герой партизанка времен великой отечественной войны несмотря на юный возраст стала ловкой разведчицей также принимала активное участие в рельсовой войне участвовала в подрыве моста через реку дриса смогла уничтожить вражеский поезд в ноябре 1941 года попала в немецкий плен где была расстреляна после страшных пыток в возрасте 14 лет сколько месяцев руководил ссср 73-летний константин устинович черненко будучи генсеком цк кпсс 13 февраля 1984 года константин черненко руководил ссср один год и 25 дней что соответствует 390 дням 11 марта 1985 года на пост генерального секретаря был уже избран михаил горбачев 13 марта 1985 года были устроены похороны черненко и это был последний человек которого похоронили у кремлевской стены как называлась марка советских малогабаритных радиоприемников с 1983 года на аршанском заводе красный октябрь начал выпускать малогабаритные радиоприемники свирель устройство работало от трех батареек которых хватало примерно на 45 часов непрерывной работы владимир высоцкий гениальный поэт певец и артист а сколько он написал песен в течение жизни хриплый голос владимира высоцкого звучащий под акустическую гитару глубоко врезался в память советских людей в течение жизни высоцкий написал около 800 песен а также исполнил около 30 ролей в кино и 20 на сценах театров как звали девочек из фильма королевство кривых зеркал королевство кривых зеркал это художественный фильм сказка поставленный александром роу по одноименной повести виталия губарева эта история девочки оли которая попала в королевство кривых зеркал и столкнулась со своим отражением девочкой по имени ело можете отгадать кто это элегантная леди на этих фото на фото раиса горбачева в молодости во время учебы в университете после окончания раисы с золотой медалью средней школы номер три в городе стерлитамаки она была без экзаменов принята в московский государственный университет на философский факультет в 1950 году там же в общежитии она познакомилась с будущим мужем михаилом горбачёвым который учился на юридическом факультете в репертуаре какого в я была песня обручальное кольцо песня обручальное кольцо была написана в 1980 году композитором владимиром шаинским и поэтом михаилом рябининым композитор предложил исполнить ее ви о лейсе песни эта песня стала неофициальным гимном молодоженов а сколько жареных пирожков с капустой можно было купить в 60-х 80-х годах на 2 рубля жареные пирожки с капустой картошкой повидлом и другими начинками самый популярный фаст-фуд советского времени один пирожок стоил всего 5 копеек таким образом на 2 рубля можно было купить целых 40 пирожков какой основной ингредиент популярного в ссср салата пассажирский в 70-х годах советские повара придумали салат из обжаренной говяжьей печени тонко нарезанной моркови и пассированного лука он назывался пассажирский так как подавался в основном в вагонах ресторанах как называлась в ссср это головоломка это китайская головоломка танграм которая появилась примерно в 1813 году но в ссср она выпускалась под названием пифагор или квадрат пифагора и была рекомендована для детей от 5 лет в коробочке лежало семь деталей а также брошюра с более чем сотни фигур которые можно было собрать из этих деталей такая развивающая головоломка стоила 55 60 копеек правда что в советских газетах печатались объявления о разводах в местных советских газетах можно было увидеть объявления о свадьбах и разводах последнее было связано с тем что государство боролась за сохранение семей считалось что такая публикация заставит людей стыдиться осуждающих взглядов и перешептываний предполагалось что страх перед подобного рода публикации заставить людей задуматься прежде чем подать на развод как уинстон черчилль понял что советский народ непобедим в октябре 1944 года уинстон черчилль прибыл с официальным визитом в москву осень выдалась холодной на улице стоял мороз проезжая по кузнецкому мосту из окна автомобиля британский премьер-министр увидел людей которые едят мороженое тогда он сказал народ который в такой холод может есть мороженое непобедим какой режиссер снял фильм на тему альпинизма вертикаль вертикаль советский художественный фильм об альпинистах снятый в 1967 году является дипломной работой режиссеров станислава говорухина и бориса дурова после выхода этой картины на экраны владимир высоцкий обрел широкую популярность его песни стали культовыми в каком из этих фильмов не снималась екатерина васильева екатерина васильева сыграла тетю поле в фильме приключения тома сойера и гекбери финна мачеху тима таллера в фильме проданный смех эмилию в фильме обыкновенное чудо в картине опасно для жизни екатерина васильева задействована не была сколько в 60-х 80-х годах стоила чайная колбаса за килограмм согласно советскому госту чайная колбаса относилась ко второму сорту она состояла из 70 процентов говяжьего фарша 20 процентов свиного фарша и 10 процентов шпика такая колбаса стоила 1 рубль 60 копеек за килограмм какое достижение советских селекционеров получила название слава победителем в 1928 году советские селекционеры создали гибрид яблонь папировка и макинтош новый сорт яблок получил название слава победителем это высокоурожайный сорт плоды обладают кисло-сладким вкусом и сильным ароматом с чем ассоциируется имя сергея образцова в мае 1930 года в москве состоялась всероссийская конференция работников кукольных театров по результатам которой было решено создать главный центральный театр кукол на роль руководителя пригласили актера и режиссера сергея образцова под началом которого театр достиг высочайшего уровня каков был в ссср размер минимальной пенсии в 60-70-х годах а пока идет отсчет времени поставьте лайк видео минимальная пенсия в 60-70-х годах в ссср составляла 35 рублей это была так называемая социальная пенсия которая назначалась людям которые не работали или не успели получить нужный трудовой стаж к пенсионному возрасту а теперь традиционный бонусный вопрос без ответа отгадайте что это за устройство в данном коротком ролике и для чего оно используется а 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